Самый главный аспект, на который стоит смотреть, это то, что вам нравится. Ну а если вы хотите приносить пользу людям, если вы хотите создавать сервисы, которые вам принесут мировое имя, если вы хотите быть творцом чего-то особенного, давайте оценим этот пункт для веб-разработки в 1 балл, а мобильную разработку в 2 балла. Если вы хотите оперативно и качественно стать андроид-разработчиком на актуальных технологиях и обладать современными скиллами и иметь небольшой опыт разработки, то я могу вас обучить профессии андроид-разработчика за 3 месяца. Обучение проходит на индивидуальной основе, оплачивать обучение можно как помесячно, так и по полмесяца, такое вам больше никто не предложит. Я уверен в своей технике обучения и только актуальной практике, поэтому и предоставляю такие условия. Вся программа подстраивается под ваши индивидуальные навыки и знания и под ваши способности. То есть я разрабатываю для вас индивидуальную программу обучения. Обучение происходит на закрытой платформе, мы общаемся с вами на любой из соцсетей, а также будем созваниваться в WhatsApp. Да, у вас будет мой личный номер телефона. В процессе обучения у вас имеется неограниченное количество консультаций, ответы на ваши вопросы я предоставляю в видео формате. Я вас не ограничиваю во времени и вы можете обучаться в своем темпе. Если вы проходите обучение немного медленнее, чем это предусмотрено программой, то за дополнительное время нахождения на обучении вы ничего не оплачиваете. То есть если вы неделю программы проходите за 2 недели, то за дополнительную неделю вы ничего не оплачиваете, она предоставляется вам в подарок. Это очень удобно. Для консультации по обучению, а также для записи на курс вы можете проконсультироваться со мной. Все ссылки есть в описании к этому видео. Возможности и пути заработка. И в одной и в другой сфере выделяют 4 направления развития. То есть выделяют 4 рынка. Это работа в офисе на компанию, работа на фрилансе, работа с заказчиками. А также самое классное направление это разработка своих проектов. Таких небольших стартапов. Ну или больших стартапов, в зависимости от вашей идеи. Все эти направления актуальны в обоих отраслях. Ну почти все. В веб разработке одно направление не очень актуально. На этих всех рынках разработчики наших двух направлений чувствуют себя по-разному. Этот аспект как возможности и пути заработка, то есть работа на этих всех рынках, мы будем тесно рассматривать с другими пунктами нашего анализа. Это спрос на услуги, это уровень конкуренции и уровень оплаты. Так как все вот эти 4 пункта, они все тесно связаны. Давайте начнем с первого рынка, это работа по найму на компанию. В веб разработке вы увидите огромное количество вакансий даже в регионе, но большинство этих вакансий будет иметь небольшую зарплату. Кроме того, вам придется иметь дело со скучной и рутинной работой, а вы будете себя чувствовать что ли как бы недореализованным. И я думаю примерно в течение года вам дико наскучит разрабатывать сайты. Зарплаты по сравнению с рынком мобильной разработки тут ниже. А что же вас ждет в мобильной разработке? Здесь вас ждет более интересная работа. Вы будете чувствовать что делаете что-то важное, а не какой-то там сайт. Зарплаты очень даже достойные и иногда превышающие в 2 раза средние по рынку в данном регионе. А что с конкуренцией? В среднем конкуренция на вакансию высокая в обоих отраслях, но в веб разработке все-таки конкуренция повыше. Нам нужно выставить предварительные баллы по нашим пунктам и мы начнем с оценки рынка работы по найму. По критерию возможности, так как рынок есть в обоих направлениях и сайты и мобильная разработка получают по баллу. Но спрос все-таки выше веб разработки, поэтому веб разработка оценивается в 2 балла. Но так как на мобильную разработку спрос также имеется, особенно за рубежом он довольно высок и шикарен, то мобильная разработка оценивается все-таки в 1 балл. Конкуренция по вакансиям в обоих направлениях высокая, но на веб разработку она намного выше. И это связано с широкой линейкой направлений работы, как чистое программирование, так и работа на готовых движках типа WordPress. Но также в веб разработке имеется низкий порог входа. Вы вообще можете ничего не знать о компьютерах и начать делать сайты. В Android также высокая конкуренция из-за не сильного требования к оборудованию. Поэтому по конкуренции у нас побеждает Android с 2 баллами против высочайшей конкуренции веб разработки с 1 баллом. А что же по оплате? В среднем зарплата мобильного разработчика немного выше веб разработчика, а также очень часто встречаются веб разработчики с очень низкой зарплатой. Поэтому я думаю будет честно Android разработке поставить 2 балла, а веб разработчику 1 балл. Следующий рынок это работа на фрилансе. При подготовке этого видео я разместил на сайте freelance.ru задание по сниженной стоимости примерно на 30% от рынка на разработку магазина на WordPress. Стоимость заказа составляет 20 тысяч рублей. И также разместил заказ на разработку мобильного приложения под Android, также для интернет-магазина. И также стоимость примерно снижена от рынка на 30% и указал я стоимость 70 тысяч рублей. И что же у нас из этого получилось? Какая же ситуация на фрилансе? По заданию на создание сайтов я получил 38 просмотра объявления на работу и получил 35 откликов. На задание по разработке мобильного приложения я получил 10 просмотров и 5 откликов. Какие выводы мы можем сделать? То есть как вы видите конкуренция на веб разработку она гигантская, а на мобильную разработку на фрилансе ее почти нет. Но это связано в основном с тем, что и заказов на мобильную разработку на фрилансе, также на русскоязычном пространстве очень мало по сравнению с веб разработкой. Именно рынок фриланса по возможностям мы оцениваем оба направления по одному баллу, так как оба направления представлены на рынке, но по спросу побеждает веб разработка с двумя баллами против одного балла у мобильной разработки. Но по конкуренции выгодно выглядеть мобильная разработка с двумя баллами против веб разработки с одним баллом. И по уровню оплаты, конечно, мобильная разработка выгоднее намного и зарабатывает 2 балла по сравнению с разработкой сайтов с одним баллом. То есть заказов по веб-разработке очень много, но не копеечные, заказы на разработку приложений очень мало, но они почти все высокооплачиваемые. Да, есть некий треш, как разработка приложений по 2 платформы за 15 тысяч рублей, но я не знаю кем нужно быть, чтобы на такое вообще согласиться. Заказ на разработку сайта взять достаточно легко, на разработку приложений взять сложнее, но тоже возможно. Вообще я бы советовал, если вы выбираете в разработку мобильных приложений, сразу идти на иностранный рынок. Там заказов больше и они высокооплачиваемые. Так как вы должны понимать, разработка сайтов стоит дешево и их вообще можно создавать без программирования. Разработка приложений это дорогостоящая услуга, которая более 80% бизнеса на русскоязычном пространстве просто недоступна. И считаю, является дорогостоящей. Если вы хотите работать напрямую с заказчиками или на фрилансе, то я советую вам идти сразу на иностранный рынок. Есть также такой рынок, как работа с заказчиками напрямую. Он очень похож на рынок работы на фрилансе, но различается лишь расценками. То есть доход значительно выше, но опять же он увеличен в одинаковой пропорции. Поэтому в целом баллы по этому рынку будут идентичны рынку работы на фрилансе. Но опять же, как я говорил ранее, на русскоязычном пространстве больше заказов можно получить именно на разработку сайтов. Но это же говорит о развитии рынка и экономики в стране в целом. Поэтому я думаю, стоит оценить этот рынок по аналогии с рынком фриланса. И последний мой самый любимый рынок, который я сейчас выбрал для себя на настоящем пути развития программиста. Это рынок разработки своих мобильных приложений, который будет вам приносить ежемесячный доход. У каждого разработчика после некоторого периода работы на заказчиков, наступает период, когда его начинает тошнить от заказчиков. И он начинает даже срываться и грубить. В этот момент стоит перестать работать на заказах и переходить на рынок создания своих проектов. Это не разработчик такой плохой, это просто новый уровень эволюции. И разработчик перерос те заказы, которые ему может предложить рынок с заказчиками. Они и такие заказы просто ему не интересны. Это происходит и в веб разработке, и в мобильной разработке. Просто в веб разработке это происходит чаще и быстрее. Вам как разработчику надоест сделать что-то однообразное и захочется сделать то, о чем будут говорить миллионы людей. Если у вас настала такая пора, то не стоит отчаиваться. Это не с вами что-то не так. Это не то, что вы прям не занимаетесь ни своим делом. Просто настала пора делать более великие дела. И нужно переходить на новый уровень. Но перед этим сделать себе денежную подушку на полгода и переходить к реализации своего стартапа. В отличие от веб разработки, у мобильной разработки здесь огромные преимущества на этом рынке, как я говорил и ранее. Ну какой вы стартап можете создать в веб разработке? Какой-то там сервис где-то в сети к сайтам относится с недоверием и как к чему-то несерьезному. По большому счету сайты нужны для того, чтобы предоставлять информацию о деятельности бизнеса и лишь немногие еще приводят клиентов по SEO. Хотя сейчас более выгодным инструментом привлечения являются соцсети. YouTube, Instagram и другие соцсети. Там можно с меньшими усилиями настроить более высокий по объему и качеству трафик. С мобильными же приложениями все кардинально по-другому. Вы можете создать какой-то сервис или иной продукт, о котором все будут говорить и который как-то улучшит жизнь миллионы людей. Как я говорил ранее, ваше приложение это часть смартфона, а смартфон это часть жизни пользователя. И тем самым через приложение вы будете участвовать в жизни миллионов людей. Так как же нам оценить этот рынок? На этом рынке в настоящий момент веб-разработчику сложно себя реализовать. Этот рынок в основном занят преимущественно мобильной разработкой. Поэтому на данном рынке побеждает мобильная разработка с одним баллом против веб-разработки с нуля баллами. Спрос? Ну тут так же веб не имеет шансов. А мобильная разработка очень перспективная. Поэтому мобильная разработка по спросу побеждает. И мы присваиваем 1 балл. Веб-разработки ничего не присваиваем. Конкуренции на этом рынке почти нет. Так как вы создаете свои продукты, которые при правильном подходе могут переплюнуть продукты конкурентов. Но так как веб вообще здесь не представлен, то оба направления получают в рамках конкуренции по 0 баллов. Что же по уровню оплаты? На разработке своих приложений можно хорошо разбогатеть. А веб-программирование не представлено опять же на этом рынке. И зарабатывает 0 баллов. А вот в мобильной разработке из-за очень крутых возможностей я оцениваю на целых 2 балла. Но кто-то скажет, что-то ты строго с веб-разработкой. А как же создание шаблонов на WordPress? Ну хорошо, хорошо. Давайте этот рынок все-таки оценим для веб-разработки. Там где я поставил 0 баллов, мы увеличим на 1 балл по каждому пункту. И соответственно тогда из-за шикарного преимущества мобильной разработки над веб-разработкой, мы для справедливости должны увеличить все показатели на этом рынке также на 1 балл для мобильной разработки. И что же у нас получается по всем рынкам в сумме? По возможностям веб-разработку мы оцениваем на 4 баллов, а мобильную на 5 баллов. Спрос на разработку сайтов мы оцениваем на 7 баллов, а мобильных приложений на 6 баллов. Конкуренция на разработке сайтов составляет 4 балла, а на разработке мобильных приложений 7 баллов. Где же платят больше по уровню оплаты? Разработка сайтов 4 балла, а разработка приложений 9 баллов.